В городе остались частные компании, сегодня их 14, а всего в городе работают 26 компаний, занимаясь розничной реализацией нефтепродуктов через автозаправочные станции. То есть практически 55% это частные компании, как мы говорим, независимые. Вот каждой из этой компаний сделано предложение по продажам. Кризис прошлого года сподвинул ряд компаний для продажи своих станций. Но полностью с бизнеса ушли только две компании, а другие рассматривали вопрос продажи одной или двух станций для того, чтобы уйти от затратной части, от тех станций, которые по понятию компании являются неприбыльными, вложить их в деньги в развитие, либо в покупку нефтепродуктов и так далее. Целиком больше никто не ушел. И в ближайшее время, скорее всего, тенденция вот это сохранится. Спрогнозировать это крайне трудно. Такие сделки, они до последнего момента держатся в строжайшем секрете, по той причине, что даже само проникновение такой информации на рынок, оно может очень существенно сказаться как на цене сделки, так и вообще на возможности ее проведения. Прогноз делать трудно, но надо отметить, что Фаэтон не настолько малая компания. То есть, скорее всего, тенденция пойдет как бы снизу вверх, с небольших компаний к более крупным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...